Чествовать ученым в Дагестане не принято. По крайней мере, не было такого Адата. Крутой мафиози 90-х, отхвативший отрасль в обмен на лояльность? Да. Спортсмен, взявший Европу? Да. Шоу-мега-суперзвезда дагестанской фонограммной эстрады? Да. Деятель культуры? Да. Ученые выпадали из этого списка чествуемых. На этом бале они были лишними. На неделе произошло событие, которое выбивает из ряда типичных современно-дагестанских традиций. Мы присутствовали на собрании-банкете, посвященном рождению доктора арабского языкознания и литературы Шигаводина Гусейнова. Недостаточно сказать, что это явление в общественно-политической жизни республики, еще и потому, что доселе чествовали спортсменов и деятеля культуры. Не было такой культуры отмечать вот такими застольями с приглашением ректора образовательных грандов и общественности. Гусейнов – первый доктор на Северном Кавказе по арабскому языку. Это и продолжение былых научно-богословских традиций Дагестана. И еще один признак того, что наша республика отходит от хинкально-борцовского имиджа. Ну, слава богу, они, ученые, возвращаются. Приятно. Смотрим материалы Абдулла Алиева. Уважаемые братья, я в первую очередь поздравляю Чаа Абудина за то, что ты получил. Всех хватит. Докторский. И в первую очередь поздравляю всех дагестанцев. Когда-то Дагестан славился не только выдающимися спортсменами, но и выдающимися учеными, в том числе и в области богословских наук. Их труды получили признание и на Арабском Востоке. Но начало 20 века стало переломным этапом в развитии исламского вероучения. Все религиозные деятели в стране преследовались новой властью. И наш горный край не стал исключением. Алима преследовали и казнили. Каток репрессий прокатился по всем представителям арабо-мусульманской мысли. Результатом всех этих гонений стало массовое духовное невежество, последствия которого мы переживаем по сей день. Но до конца погасить цвет науки в нашем крае строителям нового порядка так и не удалось. Благо нашлись люди, которые втайне, рискуя жизнью, сумели сохранить истинные исламские знания. И когда наступило время, дали толчок возрождению религиозной науки. Конец 20 века. Преследования по признаку веры прекратились. Арабо-мусульманское образование вновь начало набирать обороты. В республике начинают открываться образовательные и религиозные учреждения. В одном из них городе Кизелюрд начал свое обучение будущий доктор феологических наук по арабскому языку и литературе Шхабуддин Гусейнов. С 1997 года по призыву своих наставников он начал учиться в арабских странах. В 2006 году он окончил университет Дамаска и получил право на преподавание арабского языка и шариатских наук. В 2008, вернувшись на родину, поступает на экономический факультет ДГУ. И одновременно с этим обучается в престижном Американском государственном институте Бейрута на факультете филологии. В 2014 Гусейнов защищает кандидатскую диссертацию и в июле этого года получает докторскую степень по арабской филологии и литературе. Стоит отметить, что Шхабуддин Гусейнов первый на Северном Кавказе специалист по данному научному направлению. И во вторник в торжественной обстановке было проведено чествование доктора наук. Я очень счастлив, очень рад. Не тем, что я защитил докторскую диссертацию, а что такие столь важные, столь признанные ученые, достойные шейхи, почетные люди поздравили меня. Поздравить доктора наук прибыли руководители двух крупных университетов Республики Народного Хозяйства Гамин Бучаев и Госуниверситета Муртазали Рабаданов, который в частности отметил, что Гусейнов – выпускник ДГУ. Это очень хорошо. Мы гордимся своими выпускниками. Вот один из наших выпускников, который пошел дальше и добился новых знаний, новых результатов. Для Республики появление ученого по такой сложной дисциплине – значимое событие. Радуются за него и жители родного района. Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион по борьбе Хаджи Мурат Магомедов лично привел поздравить Гусейнова со степенью доктора наук. Поддержать сына, но уже остепенившегося до уровня доктора, приехал с села и отец ученого. Как глава Гумбетовского района, как и от себя лично я хочу его поздравить с высокой ученой степенью. Это наша гордость, гордость Дагестана и России, потому что арабский язык – это признанный официальный язык во многих странах, язык, на котором говорил наш любимый пророк Мухаммад. С учетом солидного опыта и научной деятельностью Гусейнов был приглашен в Муфтиат, где возглавил отдел международных отношений. Также он является полномочным представителем Муфтия в арабских странах. Его великолепное знание арабского языка, навыки дипломата и знание арабского мира позволило выстроить дружеские отношения со всеми известными современными учеными, с которыми он контактировал. Говорят, что человек познается в пути поезд в Сахаре. Мы не раз, лично я оказывался вместе с Чехабудином и Хачей, с рабочими поездками как в других регионах России, так и во многих арабских странах. Мы были в Сирии, в Ливане, в Саудовской Аравии. И везде он являлся его лучшим образом и доказал, что на него можно положиться. Чехабудин Гусейнов – один из первых дагестанцев, добившийся такого результата. Но это возможно только начало, и в ближайшее время есть огромная вероятность, что наши земляки заявят о себе на международном уровне. И у студентов одного из религиозных вузов нашей республики – Дагестанского исламского университета – есть для этого все перспективы. Говоря о том, какое место занимает Дагестанский исламский университет в рейтинге всех религиозных учебных заведений, которые зарегистрированы и работают в России, мы занимаем одно из первых мест. ДИУ ежегодно выпускает свет специалистов в области религиозных знаний. По окончании вуза студенты имеют право на продолжение обучения и повышение квалификации, налаженная связь с зарубежными коллегами. Уже больше года старшекустникам уроки преподает известный на Востоке ученый доктор шариатских наук Мустафа Дипальбуга. С началом учебного года число абитуриентов становится все больше. Это говорит о том, что дагестанцы продолжают стремиться к религиозным наукам. Дагестанский исламский университет также входит в число вузов Совета по исламскому образованию России. И сам этот Совет с зарубежными образовательными учреждениями, религиозными, естественно, заключает разные договоры. В большинстве всей имамы республики, работники отдела просвещения Муфтиата, являются выпускниками ДИУ. Самое главное, что приобретают все те, кто обучился в этом вузе, не только религиозное образование, но и духовное воспитание. Это помогает им правильно распорядиться приобретенными навыками. Дагестан историй был страной не только храбрецов, но и местом, где со времен сподвижников пророка не угасал свет науки и просвещения. Остается надеяться, что благодаря ученым, со света которых родился еще один доктор наук, наше общество прирастет не только новыми идеями, но и культурой. Но и самое главное, культурой убеждать и дискутировать на религиозные темы в условиях риска радикализации – это очень важно. Абдул-Алибнур Магомед Магомедов, специально для итоговых новостей ННТ. В 90-2000-х годах, когда у нас была проблема бухгабизма, экстремизма, мы проблему все знаем, особенно среди молодежи, это вектора хорошо это знают. Меня часто журналисты спрашивали, какой выход из этой ситуации. Я долго не думал, отвечать я странно говорю, ответ один – просвещение. Сейчас тоже я на том же остаюсь, ответ, выход из любой ситуации – просвещение. Продолжение следует...